Долгожданное назначение. В Самаре представили нового начальника ГУВД. Чемпионат космического уровня в космической столице. На Самарском заводе «Прогресс» специалисты борются за звание лучшего. Возраст – это состояние души. В парке «Гагарин» на дне молодежи собрались представители всех возрастов. По следам Ермака самарские казаки отправились по Волге в Жигулевскую кругосветку. Любимый мультгерой существует на самом деле. В Самарском зоопарке теперь есть свой Бэмби. Нового начальника самарской полиции генерала-майора Александра Винникова представили подчиненным. Указ о его назначении подписал президент Владимир Путин. По словам генерала-майора, в Самаре он в первую очередь намерен выстроить диалог с властью и жителями. Репортаж Алина Чемерис. Ярый борец за соблюдение закона о тишине и ограничение продажи тонизирующих напитков. Нового руководителя областного полицейского главка представили коллективу. На встрече с коллегами со всей области Александр Винников отметил, в первую очередь важно наладить взаимодействие с жителями и властью. Нам необходимо будет действительно наладить все руки на делу созданную государственную властью на региональном уровне. И вся эта работа должна быть быть именно в инвесах населения Самарской области. То есть население властья комфортно и безопасно. Александру Винникову 54 года. Раньше он возглавлял МВД по Магаданской области. До этого 20 лет проработал в уголовном розыске и криминальной полиции Санкт-Петербурга. На должность в Магадан переводился еще полковником. Очередное звание получил через год. На посту руководителя Самарского областного главка Винников сменил Сергея Солодовникова, который возглавлял управление с 2015 по 2017 годы. Указ о назначении Винникова подписал президент Владимир Путин. На встрече с новым начальником полиции, главой подразделений МВД в городах и муниципалитетах, руководителем силовых структур. Прибыл очень опытный, авторитетный руководитель. Для него задача сохранить все то лучшее, что здесь есть, и поднять работу полиции на качестве нового уровня. Это счастливая задача. Приход очень опытного человека, прошедшего все этапы, начиная от рядового самого милиционера и уже 20,5 года возглавляющего управления на Дальнем Востоке. Это очень о многом говорит. Это тоже залог того, что мы можем улучшить результаты, иметь более тесное взаимодействие и с органами власти, и с местными органами. Также на встрече было отмечено, за последние годы люди стали больше доверять полицейским, улучшились и результаты работы правоохранителей. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Лето, ты просто ураган. Именно так описали сотрудники Самарского гидромедцентра, прошедшие июнь, а на период Грушинского фестиваля обещают даже грозу и град. Температурные значения первого летнего месяца и количество осадков побили многолетние рекорды. Каким же будет июль? И надолго ли в Самаре лето? Смотрите в нашем сюжете. Как только не упражнялись в остроумии пользователи социальных сетей, обсуждая это необычное холодное начало лета, сошлись на том, что оно работает по графику сутки через двое. Июнь 2017 года был на 3 градуса холоднее нормы, а осадков выпало в два раза больше обычного. 125 миллиметров осадков выпало на Самарскую землю. Таких показателей не было здесь с 30-х годов прошлого века. Уровень воды в Волге почти 30 метров и превышает норму больше, чем на метр. Земля в городских садах и на полях в области буквально плывет из-за переувлажнения. Синоптики признают, июнь этого года был аномальный. Самарская область находилась под влиянием атлантических и полярных воздушных масс. К началу июля они отступили, и погода наконец порадовала самарцев теплом и солнцем. У-у-у, даже внучка у меня очень довольна. Весна! Да, весна. Очень хорошо, очень хорошо. Было холодно, сейчас жарко. Да так посмотрим, потому что дожди обещают. Пока только планы за Волгу. Дальше пока ехать куда-то, но при этих дождях как-то не учится. Начало довольно-таки печальное. Но все равно жизнь налаживается, погода тепла. В Волге уже искупались. Мне не холодно. Вода 17,5 градусов. А в 18 я начинаю купаться каждый год. Так что уже не холодно. Волга тоже не успела нагреться как следует. Обычно к июлю температура воды 20 градусов. Сейчас на 2,5 градуса меньше. По прогнозам синоптиков, погода в середине лета ожидается в пределах нормы. По прогнозам Гидромцентра России, в июле ожидается температура воздуха в пределах обычных значений. Это в среднем по области 20,5 градусов. И сумма осадков в пределах тоже обычной нормы. 45 миллиметров осадков. Не обойдется и без дождей. Особенно в первые выходные июля. Синоптики шутят, что дожди и грозы – это неотъемлемая часть Гружинского фестиваля, который проходит сейчас в Самарской области. В первые 4 дня июля в некоторых районах обещают грозы и даже град. Сильный ветер. Затем небольшое солнечное затишье на пару дней. И снова вернутся небольшие дожди. Температура будет колебаться от 20 до 29 градусов. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События. В состязании космического масштаба в Самаре открылся корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса-2017». За звание лучших боролись 28 команд. На торжественной церемонии открытия побывала Марина Матвейшина. Красиво, качественно, прочно. Три основных принципа, от которых электросварщик Алексей Полигенько не отступает в своей работе в цехе РКЦ «Прогресс». Сварка – дело ювелирное. Соединять приходится разной толщины детали. Чтобы шов был красивым и держался прочно при любых нагрузках и положениях. И думать о том, что нашей работой будут пользоваться другие люди, как бы это космонавты. И ракета-носитель тоже зависит от мельчайшей детали даже, которая может подвести. Так что не должна она подвести и должны очень качественно сделать свою работу. Команда молодых рабочих РКЦ «Прогресс» готовится к состязаниям в профессионализме. В Самаре открывается второй корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмос-2017» по стандартам WorldSkills. Ближайшие четыре дня обещают быть жаркими для участников. Это очень и очень важно для того, чтобы у себя в отрасли сделать все для того, чтобы могли люди получать и повышать свою квалификацию и стремиться достигать в своих профессиях самых лучших результатов. В этом году участие в чемпионате принимают 28 предприятий отрасли. Это 124 участника из 15 городов России. Сегодня очень сильно умнеют станки, механизмы, приборы. Но они все равно при всей своей наполненности, вычислительной технике и так далее определяются, качество определяется тем, кто управляет этим станком. Первый корпоративный чемпионат проходил на базе ракетно-космического комплекса «Энергия» имени Королева. В этом году на Самарском РКЦ «Прогресс». Это главное предприятие по созданию космических аппаратов зондирования Земли. Сейчас завод рассчитывает на участие в новом проекте – создании ракет супертяжелого класса. Сегодня тот конкурс, который проходит, это тест отрасли и тест предприятия, и тест всех молодых специалистов на готовность участия в новых, серьезных проектах и для России, и для всей космической общественности. В четверг станет известна команда, какого предприятия лучше всех справляется с работой, и кто увезет с собой золотой кубок чемпионата. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События. 50 километров береговой линии в Самарской Луке планируют очистить от мусора добровольцы. Убираться в заповедных местах региона будут участники движения «Неси добро». В основном это школьники. Экологический десант отправился из Самары в Ширяево, дальше на Гаврилову поляну и в Подгоры. Когда вернутся юные блюстители чистоты, знает Алина Чемерес. Ставить палатки и разводить костры многие из них научились в походах. Экологический десант готовится к отправлению на противоположный берег Волги. Маршрут от Ширяева в Каменную чашу, потом на Гаврилову поляну и в Подгоры. В числе экологов-добровольцев в основном школьники. Многие из них уже не первый раз. В поход участники движения «Неси добро» отправляются уже в седьмой раз. Присоединиться к ним могут все желающие. В прошлом году добровольцы очистили от мусора более 20 километров береговой линии. Мы очистили близлежащие водоемы от мусора и составили интерактивную карту свалок и каких-то мусорных скоплений. Те свалки, которые были нанесены на карту в прошлом году, они исчезли с лица нашей земли, можно сказать, матушки. Сейчас это зеленые лужайки, абсолютно не захламленные. У нас однозначно стало чище на территории Самарской Луки, это однозначно. Второе, у нас появились безопасные тропы, по которым можно сейчас пускать организованные, подчеркиваю, группы туристов. И третье, и самое главное, что у нас ребята, наши городские ребята, наши областные ребята, они стали чувствовать ответственность, когда входят на территорию лесной зоны или просто на территорию, где находятся река и озеро. А это очень дорогого стоит. В этом году убираться на Самарской Луке будут около сотни человек. Помимо работы добровольцев ждет экскурсионная программа. Вернутся участники экологического десанта 3 июля. Освободить от мусора планируют 50 километров береговой линии. Татьяна Дмитрия и Валина Чемерис, Григорий Плешаков. События. Расхитители цветочных клумб снова промышляют в Самаре. Только за месяц газонов и кашпо украли около 150 тысяч цветов. И потому специалистам приходится снова и снова досаживать недостающие саженцы, тратя на это дополнительные силы и средства. В Самаре продолжается реализация программы «Цветущий город», рассчитанной на 5 лет. В этом году площадь цветников увеличилась на треть по сравнению с прошлым годом и составляет почти 30 тысяч квадратных метров. Подробнее в сюжете Марины Матвейшиной. Подкопать в земле ямку, установить в ней саженец, присыпать землей и утрамбовать. И так сотни тысяч раз. Специалисты спецремстрой-зеленхоз высадили в городе полтора миллиона цветов. Но десятая часть из них уже уничтожена. Недобросовестные горожане изо всех сил стараются придать городу более унылый вид. Подростки, они обычно просто, как бы сказать, не то что хищением занимаются, а вандализмом. Они могут вытащить, где-то кинуть, ну, покуражиться. А кто остальное вытаскивает, конечно, мы не можем это точностью сказать. Ну, я думаю, что это все равно на балконы или на свои дворы. Особой любовью у похитителей пользуются петуньи, но не брезгуют они и остальными растениями. В подвесных кашпо и каскадных клумбах специалисты часто недосчитываются цветов, особенно в нижних ярусах. До верхних воры не дотягиваются, да и выкопать незаметно не получится. Бороться с этим трудно. У каждой клумбы охрану не поставишь. И камеры видеонаблюдения есть не везде. Самарцы предлагают взывать к совести вредителей. Это глупо, потому что все делается для города, для того, чтобы у нас везде было красиво, а не только на своих участках. Общественное мнение создавать все-таки это лучший, наверное, вариант, когда окружающие не поддерживают таких людей. Есть соответствующие статистики законодательства. Может, так того, как хулиганство. Соответственно, правоохранительный орган за это тщательно следит. Ежедневно специалисты объезжают цветочные посадки, делают ревизию и составляют список, какие сорта и в каких количествах нужно досадить рассаду в расхищенные клумбы. Для этого в оранжереях выращивают страховой запас растений. Это дополнительные расходы для городского бюджета, тогда как эти деньги могли пойти на другие социально значимые нужды. Плюс это дополнительный и чаще всего нелегкий труд рабочих. Поэтому специалисты просят бережно и с уважением относиться к озеленению. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин. События. Молодой душой в Самаре отметили День молодежи. Праздник проводили под эгидой «Столетие комсомола». Со сцены звучали песни о стройотрядах. Не забыли, конечно, и о современной молодежи. Получился концерт для всех поколений. В парке Гагарина побывала и наша съемочная группа. Вспомним, как утром встречали подъемы, как не хотелось давать. Под эгидой «Столетие комсомола» прошел концерт в честь Дня молодежи в Самаре. Ведь возраст – это не то, что написано в паспорте, а состояние души. Которые годы не преграда, чтобы жить, развиваться и хорошо проводить время в компании единомышленников. Решите поздравить от имени главы городского округа Самара Форсова Олега Борисовича с праздником. Так и хочется сказать с Днем советской молодежи. Традиции надо возрождать. И сегодня мы видим, как этот парк наполнился молодыми людьми, детьми. Мы отдыхаем, вспоминаем и готовимся к встрече ровно через год большого события Чемпионата мира по футболу в нашем городе. Из рук первого заместителя главы Самары Владимира Сластенина призы получили и самарские футбольные команды, которые соревновались до праздничного концерта. В торжественной обстановке им вручили кубки и медали. Ребята – яркий пример того, что в Самаре самая спортивная и талантливая молодежь. У нас самая лучшая молодежь. Мы поздравляем их с этим праздником. Желаем, ну, конечно же, чтобы они вели здоровый образ жизни и, самое главное, занимались спортом. Я считаю, что старое поколение уже должно как бы передавать свои какие-то привычки, какие-то свой опыт жизненный, чтобы молодежь развивалась дальше и шла по нашим стопам, по стопам предшествующих поколений. Я считаю, что развитие всегда должно быть только вперед. Песни, танцы и конкурсы – что еще нужно, чтобы отпраздновать День молодежи? Довольны остались все – и бывшие комсомольцы, и молодые самарцы, и самое юное поколение. Семнадцать смелых самарских мужчин отправились в поход по дорогам атамана Ермака. Представители казачества решили на себе испытать все тяготы армейской жизни 16 века. Погружение в эпоху – полная одежда, оружие, снаряжение, кухня и даже средства передвижения – ладьи и лошади. Как казаки собирались в поход, увидел Сергей Кизоркин. Торжественный молебен в часовне речного порта. Семнадцать волжских казаков готовятся повторить поход атамана Ермака. Именно он положил начало освоению русскими Сибири. На современных казаках одежда и обувь вшита по образцам 16 века. Лодки сделаны на верфях по чертежам тех же времен. Первый этап экспедиции пройдет по Волге – 180 километров так называемой «Жигулевской кругосветки». Если ветер попутный, то, соответственно, парус, если ветра нет, то весла. Команда слаженная, выезжали, занимались, тренировались. Слава Богу, все получается. Первый привал – Виновки в мужском монастыре. В переволоках самая трудная часть похода вручную лодки перетащат по бревнам с Волги в Усу через федеральную трассу. Обеспечивать безопасность будет полиция. Затем сплав по Усе, шлюзование, Грушинский фестиваль и завершится «Жигулевская кругосветка», где и стартовала в Самарском речном порту. 30-го числа мы попытаемся пройти шлюзование именно вот на таких старинных стругах. То есть до этого пока никто не шлюзовался на Грушинской поляне. Там казаки будут и песни петь, и, соответственно, будет воссоздана историческая такая, знаете, такая, как бы, сцена боя Ермака с татарами. На этом приключение казаков не закончится. Вторая экспедиция более масштабная. На лошадях 25 человек отправятся в поход из Самары в Тобольск. Это почти 2000 километров. Пройдут точно по маршруту Ермака. Ижевск, Пермь, Екатеринбург, Тюмень. 4 августа дружина придет в село Вагай, где погиб легендарный атаман. Оценка этого похода только положительная, поскольку она раздвинула границы российского государства, положила конец между усобицами, между различными племенами и распространила влияние российского государства дальше на Сибирь и потом уже на восток. До похода самарских казаков верхом остался месяц. Сегодня служивые люди сели за весло стругов и отправились вниз по Волге. Вернуться из Жигулевской кругосветки планируют через 6 дней. А чтобы поход прошел успешно, в дорогу дружине по традиции выстрелила пушка. Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События. Такие разные, но все-таки вместе. В Самарском зоопарке пополнение – косуленок и лисенок. Оба детеныши чуть старше одного месяца. У обоих в неволе одинаковая продолжительность жизни – 12 лет. И Бэмби, и Пиксель уже любимы посетителями и охотно идут на контакт с людьми. О маленьких зверьках расскажет наш зоокрестный Андрей Горгуленко. Косуленку Бэмби именно так назвали его дети уже чуть больше одного месяца. Он дружелюбно играет, совершенно не боится людей и очень хорошо кушает. К Самарскому зоопарку Бэмби уже привык. По-хозяйски ведет себя у вольеров, пробуя на вкус цветы из клумбы, а также уверенно держится перед камерой. Киношное наследство дает о себе знать. В зоопарку суленка из леса привезли горожане. Поступок благородный, но опрометчивый. Детеныша лучше не отлучать от мамы. Если встретите где-нибудь в лесу под кустом вот такого вот детеныша, его не трогайте. Мама ходит где-то рядом и кушает. Она обязательно через некоторое время подойдет к детенышу и его покормит. С ним ничего не должно случиться. Поэтому просто посмотрите издалека и гуляйте дальше по лесу. А рядом резвится его ровесник – месячный серебристо-черный лисенок. Его назвали Пиксель из-за белого пятнышка на задней лапке. Это уже третье потомство у самарской пары серебристо-черных лис, которые водятся в Северной Америке. А в нашей стране только в заповедниках и зоопарках. Пиксель подрос, уже начал есть мясо, дружить с посетителями и всем нравится. Жить лисенок будет в компании огненных лис. Будут жить со своими друзьями огневками, лесятыми огневками, которые не так давно тоже родились пораньше, чем он, уже постарше на месяц. Но, тем не менее, уже достаточно дружны, играют вместе. Соответственно, и жить будут тоже вместе. Хотя горячая пора рождаемости в самарском зоопарке уже прошла, сотрудники в ближайшее время ждут еще пополнения. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Это сладкое слово «Груша». В Самаре стартовал 44-й фестиваль авторской песни. В этом году исполняется 50 лет подвигу Валерия Грушина, который ценой собственной жизни спас тонущих детей. Люди начали съезжаться на Мустряковские озера с утра четверга. Слово Алине Чемерес. Семь минут до рассвета Подпевать даже птицы устали. Но гитара и струна Все звенит и звенит в тишине. Эта песня родилась два года назад на Грушинском. Ее автор Людмила Смирнова на фестиваль приезжает уже больше 20 лет. В своем лагере объединяет людей со всей страны. Говорит, благодаря Грушинскому обрела десятки новых друзей. Кто-то, допустим, из одного города в другой едет мимо Самары, останавливается, общаемся, песни поем. В общем, все хорошо. Вот мы уже договорились в августе поехать вместе отдыхать на природу. Уже с утра, в первый день Грушинского, на фестивальной поляне более 4 тысяч человек. Ставят палатки, готовят еду на костре и, конечно, поют под гитару. Много и тех, кто собирается участвовать в конкурсе авторской песни. На прослушивание выстраивается очередь. Фестиваль вырос в первую очередь духовно. Это семейный праздник. Сюда приезжают люди и за 80, и кому нет года. И они все здесь на поляне живут с семьями, общаются, встречаются, обнимаются. Приезжают из разных городов. Заранее пишут друг другу письма. Встречаются в этом, ну, таком, наверное, необычном уголке России, нашей Самары, на Волге. 300 часов концертов, три основные сцены, спортивная и детская площадки. Программа фестиваля в этом году насыщенная. Свои участия в Грушинском подтвердили и многие именитые исполнители и артисты. Чтобы гостям было проще добраться до фестивальной поляны, ходят дополнительные электрички. Истафету любители авторской песни принимают у участников молодежного форума «Иволга». Много того, что делали на поляне сегодня, для молодежного форума оставляем, как в качестве инфраструктуры для Грушинского фестиваля. Я думаю, что это качество бытовых условий, качество размещения службы, оно только улучшает. В прошлом году на Грушинском фестивале побывали свыше 30 тысяч гостей со всей России и из-за рубежа. На этот раз ожидают еще больше. Предположительно, на фестивальной поляне соберутся около 40 тысяч человек. Традиционно Грушинский фестиваль проводится в первые выходные июля, но в следующем году из-за проведения Чемпионата мира по футболу его перенесут. 45-й юбилейный фестиваль авторской песни пройдет с 9 по 12 августа. Алина Чемерри, Станислав Левин, События. Представление под живую музыку. В Театре Самар состоялась премьера спектакля «Пиргюнд» по одноименной песне норвежского драматурга Генрика Ипсена. Прежде чем предстать на суд зрителей, постановка прошла долгий путь. В 2014-м это был только эскиз. Необычные декорации, костюмы на современный лад. Уже осенью спектакль войдет в репертуар театра. На премьере побывала Алина Чемерис. На поверхность в то же время, как мы здесь, мы сами близ. Много музыки и исполняют ее сами артисты. В новой постановке «Самарта» «Пиргюнд» главное место по задумке режиссера отведено судьбам конкретных людей. Для молодого актера Ярослава Тимофеева понять своего персонажа была задача не из легких. Говорит, «Пиргюнд» на него совершенно не похож. Я могу 10 раз подумать и потом только сделать что-то. А «Пиргюнд» такой человек, мне кажется, который не думает и старается не думать. А если у него появляется мысль, он ее как-то от нее сбегает. Будь то там в другие страны, на запад, то есть... или вообще просто что-то меняет в своей жизни. Пьеса Генрика Ипсона «Пиргюнд» была написана в конце 19 века. Главный герой – сын спившегося капитана, который бросил семью. «Пиргюнд» постоянно мечется, пытаясь вернуть былое уважение его семье. Вмешивается в драки, похищает девушку прямо со свадьбы. Оказавшись вне закона, сбегает. За свою жизнь «Пиргюнд» успевает стать частью сказочного мира троллей. Но вскоре покидает и его. Он спекулирует иконами, торгует рабами. Но в итоге все же возвращается туда, откуда все началось и где его ждет любимая. Это про человека, который просто в своей жизни еще ничего не потерял. И он теряет. И потом ему приходится нести ответственность за то, что он сделал. Если ты все время от чего-то бежишь, это же не значит, что ты бежишь к чему-то. Может быть, у тебя нет цели, если их слишком много. Мне кажется, это должна быть не метафизическая история, а это вполне реальная история про реальных людей. Спектакль «Пиргюнд» вырос из эскиза, который был создан еще в 2014-м. За три года постановка выросла, и, как говорит режиссер, стала глубже и мудрее. Пространство, созданное в эскизе, легло в основу декораций сегодняшних. Сценическое оформление и костюмы актеров родом не из 19 века, а из нынешнего. «Пиргюнд», его мать, гости на свадьбе. Эпоха, показанная в спектакле, отражает современные реалии. Основные декорации состоят из множества дверей, и каждая из них ведет в свою историю. Я много гуляла по городу, выбирала фактуры, городской среды, ла-ла. К тому же мне хотелось, я взяла этот профнастил, металлический профиль, и изначально он должен был быть весь серебряный, как бы это напоминало какое-то ощущение воды, такое легкое. Ну не знаю, осталось ли, но надеюсь. Спектакль «Пиргюнд» войдет в репертуар театра «Самарт». На афишах постановка появится уже с сентября. Алина Чемерес, Константин Головин, События. И это все новости этого выпуска. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго и пусть дела идут в гору! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова